Справочные материалы, которые будут у вас на экзамене, задают только пять формул и гонометров. Все остальное – это инструкция по выполнению работы, которая вам не будет задавать каких-то новшеств. В результате вы будете ответы записывать в бланке, ответ номер 1, в виде знак. Один знак – это отдельная клетка, с рево-направо, без пробегов, запятых и дополнительных ответов суммы. В справочных материалах у нас только пять формул от гонометрии. Тема сегодняшнего занятия 19 сентября – планиметрию. И в планиметрию я включила сегодня задания, которые будут связаны с треугольниками и четырехугольниками. Итак, в первом номере нам предлагается ситуация следующая. Периметр параллограмма равен 94. Одна сторона параллограмма на 41 больше другой будет найти меньшую сторону параллограммы. Ребята, для начала, какая фигура будет называться параллограмма? У которой две стороны попарно-параллельные и равные. Пары параллельные. То есть само понятие параллограмма – параллельность. Противоположные стороны попарно-параллельные. А вот теперь по свойствам здесь равенство уже начинается. Какие равенства у нас есть? Противоположные стороны равны. Точно. То есть у нас АД и БЦ, Антон, будут какими? Равными. И АБ и ДЦ тоже равными. Великолепно. И дальше сказано. Периметр 94. Одна сторона параллограмма на 41 больше другой. Мы с вами помним по закону математики, какой элемент нам удобно принимать за x. Не всегда, но удобно. Наименьший. Точно, это наименьшее. Мы с вами выбираем, например, сторону АБ, пускай она будет наименьше. А дальше другая на 41 больше. Значит, БЦ, получается, соседняя сторона будет, x плюс 41. Все, собираем периметр. И снова выбираем всех сторон. x складываем с длиной стороны БЦ, x плюс 41. Дальше перескладываем с x и x41. x плюс 41. То есть мы с вами берем два раза одно и то же. И получается наш периметр 94. Мы с вами видим, что все уравнение и левую, и правую часть можно разделить на два. Тем самым себе упростить. В левой части получается x плюс x, 2x, в скобках плюс 41 переписали. Все у нас в левой части скобки исчезли. И 94 пополам получили 47. В результате 2x это 6, и x будет равен 3. x будет равен 3. Все, ответ мы с вами получили. В ответе мы записываем единственное число 3. Готово. Следующий номер 2. В номере 2 нас просят найти площадь треугольника, две стороны которого равны 50 и 20, а угол между ними равен 30. Пусть вам предлагается чертеж. Выбирайте какие-то стороны. Здесь не сказано, какие вы будете брать. Угол единственное 30 градусов. Например, ребята. Где 50, где 20? Ну, наверное, АБ у нас 20. Так. Удобнее будет. Удобно, да. 50 я бы взял АС. Но если мы с тобой берем АС 50, то угол между ними А. Ну, если между, то да. В таком случае у нас угол 30, это будет угол Б. Так. И тогда у нас 50 будет. Какая сторона? БЦ. БЦ. Ну, что бы. Так. И теперь площадь треугольника. Ребята, смотрите, какая ситуация. У нас есть две стороны и угол между ними. Вы помните, как считается площадь треугольника, если есть две стороны и угол между ними. Кто помнит формулу? Половина произведения, может быть, двух сторон на угол, на синус угла между ними. На синус. Отлично, Антон. Все верно. У нас с вами получается формула. И эту формулу мы с вами будем фиксировать на отдельном листе, либо в конце тетради, ребят. Площадь треугольника – это половина произведения двух сторон на синус угла между ними. То есть в нашем случае мы получаем половину произведения двух сторон – это 20 и 50. И синус 30 градусов в это произведение тоже входит. Синус 30 градусов практически все знаете на инвестиции. И ваша обязанность это знать на инвестиции. Сколько это будет? Одна вторая. Одну вторую умножаем на 20 – 10. Десять умножаем еще раз на одну вторую, где синус 35. И 5 умножаем на 50, получается… 250. Все. Готов ответ. Следующая, третья задача. В третьем номере нам предлагаются условия следующего вида. Триугольники А, Б, С. Сторона А, С и Б, С одинаковые, равны. А, Б равно 5. А космус угла А, Б, С составляет 7,25. Найти на спрос в высоту А, А. В этом случае мы с вами прекрасно понимаем, что никакой фигуры здесь не имеем. Для этого нужно сначала составить с чертой. Треугольник. Вид треугольника. Равнобедренный. Логично, точно. Значит, две стороны будут равны. Все, построили равнобедренный треугольник. То есть у нас с вами получается А, С. И Б, С равны. Нормально. По условию А, Б равно 5. Дальше угол Б, А, С. Входим Б, А, С. Угол составляет космус угла 7,25. Поделили угол, с которым работает. Работать. Но для дальнейшей работы, ребята, у нас все подсказки с вольтранобедренным треугольником. Углы при основании равны. Готово. Молодцы, ребята. На спрос найти высоту А, А. Значит, из большинства А на сторону Б, С мы всегда смотрим противоположную сторону. Проводим высоту. Получаем отрезок А, А, перпендикулярный ВС. Нас интересует именно отрезок А, А. Ну и теперь рассуждаем. Поле у нас треугольник равнобедренный. Значит, угол А в данном случае по чертежу я уже не имею права назвать угол А одной вершиной, так как при вершине А уже три угла. Значит, мы с вами говорим, что угол С, А, Б составляет точно такой же градусный меру, как и угол Б. Откуда взяли? Из устройства равнобедренного треугольника. Раз углы равны, значит косинусы тоже будут какими-то с собой? Равными. Точно. Косинус угла Б, С будет равен косинусу угла Б. И это тоже будет 7,25. Так, все. А почему мы с вами направляемся в угол Б? Ну, чтобы высоту потом найти А, А, А. Из какого? Из какой фигуры? Из треугольника А, 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 Б. Логично. Если мы с вами рассматриваем треугольник А, А, Б, а это треугольный треугольник, как вы будете рассчитывать косинус угла Б в этом треугольнике? Итак, ребят, вспоминай по определению, что такое косинус. Это отношения прилежащие. Неперекто. И теперь прошу внимания. Я всегда прошу и требую даже своих учеников начала, потому что на второй части, когда мы будем выходить, да и, собственно говоря, в первой части у нас с вами будет очень важное условие. Что же такое косинус или что же такое синус по определению? По определению у нас с вами начало есть косинусом острого угла и прямоугольного треугольника. То есть, ребята, мы с вами не забываем, не зря вы с учителями уже использовали формулы приведения, когда выгнали из любой координатной четверти градусной меры только первую координатную четверть, дабы получить угол острый. Поэтому синус, косинус, тангенс и так далее мы с вами сдаем в острого угла прямоугольного треугольника. Мы находим острый угол именно в прямоугольном треугольнике. Я прошу на это сделать акцент для себя. Итак, в данном случае мы правильно говорим, что отношения, но это у нас с вами получается косинус острого угла, угол B действительно острый, прямоугольного треугольника, и действительно мы попадаем с вами в прямоугольный треугольник АБН за счет высоты. получается в отношении прилежащего катета гипотенуза. Отношение получается BH к AB. Исходя из данной пропорции, мы с вами имеем что косинус это 7,25. BH мы не знаем, оставляем без изменения, а вот AB это 5. Из данной пропорции что вы можете посчитать? BH. То есть мы с вами видим, что если получается на 5 можем левую часть, вернее правую часть умножить, чтобы знаменатели были одинаковые. Да, у нас знаменатели получаются одинаковые и левые и правые части 25 и 25. Значит 7 и BH, то можно и на 5, будут то же самое. То есть 7 это BH, которую можно и на 5. Отсюда BH составляет 7,5. Но наша задача найти AH. Теория Мпифагора. Логично. И квадрат гипотенузы то есть 5 в квадрате равен сумме квадратов катетов то есть это х квадрат плюс 7,5 в квадрате. Получаем 25 минус ну сразу перенесем 7,5 в квадрате получаем 49 в 25 и равно это х квадрат. Продолжаем. Приводим к общему знаменателю в левой части две дроби. Я не оговорилась, потому что 25 число это дробь с знаменателем 1 из числа 625 потому что 25 на 25 когда мы умножили из числа 625 и 749 то у нас там результате получается 576 576 то есть получаем 576 25 равно х квадрату. Все. Выходим на х. Но естественно какое число в квадрате нам дает 576 25 это число которое умножаете на себя и в результате получается 576 25 знаменателю понятно 5 а вот теперь число 576 определяем 24 отлично но теперь давайте проверим себя это число 576 будет больше чем 20 в квадрате то есть 4 слоя и знаете получается 27 правильно на конце шестерка какая цифра при умножении себя нам дает 6 4 и 6 4 и 6 поэтому мы с вами должны проверить 24 умноженное на себя и 26 умноженное на себя проверьте пожалуйста ребята что у вас в результате будет получаться ну 26 в квадрате это больше чем 25 в квадрате так что можно сразу убрать это логично значит у нас получается 24 осталось данный дробь досчитать 24 5 например мы умножаем числитель и знаменатель на 2 дабы удобно посчитать результат 2 на 24 48 48 80 получаем 48 внимание на экран 10 х нашли 48 то есть 480 3 знака предметки мы с вами будем определять в открытии продолжаем четвертый номер четвертый номер мы предлагаем ситуацию следующую треугольники АВС угол С 90 градусов Т H высота А H 12 косинус угла А составляет 2 третьих нас просит найти АВ вот так АВ нас просит найти ну а теперь давайте думать что у нас с вами здесь есть прямоугольные треугольники есть дальше что еще можно сделать высота опущенная на гипотенузу ага так отлично а если у нас с вами проводится высота опущенная на гипотенузу из вершины кленов то у нас с вами получается подобие треугольника давайте посмотрим если мы с вами рассмотрим косинус угла А который будет составлять 2 третьих то нам нужно будет с вами как-то попробовать рассмотреть АВ но у нас сейчас захват идет с отрезком АА и что же такое АА для косинуса угла А если вы рассмотрите определенную какую-то фигуру прилежащий катет теперь прилежащий катет в каком треугольнике в треугольнике АХ Итак Итак треугольник у нас с вами АХ в этом прямоугольном треугольнике АА trze является прилежащим катетом а по определению косинусом острого угла прямоугольного треугольника есть прямоугольный треугольник это отношение прилежащего катета гипотенуза давайте посмотрим что из этого получится косинус угла А в данном треугольнике составляет с одной стороны две трети а с другой стороны В результате получаем 12, который относится к АС. У нас есть с вами начало пропорции и есть сходница пропорции. Получаем, что 2 третьих – это то же самое, что 12, деленное на АС. Делаем вывод. Чтобы получить результат АС, нам удобнее выйти на пропорцию. Произведение крайних равно произведению среды. 3 умножаем на 12 и делим на 2. То есть друг против друга стоящие элементы мы умножаем. На остальное известное делим. 12 пополам 6, 3 на 6 получается 18. Все, вышли на АС. На АС 18. Но нам-то нужно найти АБ. А АБ-то находится в какой фигуре? Ну, теперь рассмотрим большой треугольник АБС, который тоже прямоугольный. И в этом прямоугольном треугольнике что такое АС? Это катет. Ой, для нашего угла. Прилежащий. Логично. Опять работает косинус. Косинус угла А. Это с одной стороны по условию задачи 2 третих, а с другой стороны в треугольнике уже АБС. Это отношение прилежащего катета А именно АС к гипоцинузе. А это уже АБ. Логично. Это вместо АС представляем 18. АБ мы с вами ввели обозначение Х. И выходим на смартфон, что 2 трети это 18, которое делится на Х. Все, ребята. Выходим на Х. Из правила пропорции. Произведение крайних равно произведению средних, то есть друг против друга стоящие. Мы с вами умножаем 18, а остальное здесь не делят. Результат. 27. 27. Получили 20. Следующий пятый номер. В пятом номере нам уже предлагается трапеция. Средняя линия трапеции равна 28. А меньшее основание 18. Нас просят найти большее основание трапеции. Задача достаточно легкая. Нас просто интересует формула средней линии трапеции. Чтобы найти среднюю линию треугольника, мы с вами берем половину основания, которым проведена параллельно данная средняя линия. В этом случае у нас два основания трапеции. Напомните, пожалуйста, как ведется расчет для средней линии трапеции, если у нас два основания. Половина суммы оснований. Средняя линия у нас 28. Меньшая основания 18. А бы неизвестно. Все подставляем. Получаем 28 равно в числителе 18 плюс х и в знаменателе на 2. Чтобы избавиться в правой части от знаменателя 2, мы все уравнение домножаем на двойку. Или, ребят, опять правило пропорции 28 в первом. Произведение крайних равно произведению средней. То есть вы рассуждаете здесь, как вам удобно. У вас очень много знаний. Вы пользуетесь всеми своими знаниями. Или просто говорите, как, например, в шестом классе. Домножаем все равно и не надо. Получаем 28 на 2, 56. В правой части остается без знаменателя и только числителе 18 плюс х. Выходим на х. Президент получается. 38. Конечно. Конечно. Следующая задача, которую я вам предлагаю на рассмотрение. Задача следующего вида. Шестой номер. Больший угол равнобедренного треугольника равен 98. Найдите меньший угол и ответ дайте в градус. Теперь начинаем рассуждать. Фигуру у нас с вами задается треугольник. Вид треугольника какой? Равнобедренный. Свойства равнобедренного треугольника. Углы при основании равны. Равнобедренные. Показали. А если у нас углы А и Б равны, думаем, можем ли мы угол А или угол Б взять за 98 градусов? Нет. Потому что они в сумме будут давать больше 180. Логично. В треугольнике сумма углов 180 градусов. Значит, какой угол единственный здесь можно взять за 98? С. Только С. Итак, 98 градусов в углу С. Угол А и угол Б мы с вами не знаем. Они у нас одинаковы. Теперь получаем сумму углов треугольника. 180 градусов. Или сразу выходим на значение Х. Это 180 минус 98 и пополам. Это будет 82 делить на 2, это 41. Ну, 90 минус сколько получается тут? 49. Мне вот таким образом делим, мне удобнее быть 41. Почему? Потому что я помню свойства дроби с одинаковыми знаменателями. То есть, по сути, ребят, я сейчас поделила 180 пополам и вычла дробь 98 пополам. По сути, две дроби с одинаковыми знаменателями. Вот этот прием, он тоже будет помогать в дальнейшем, когда будет удобно его использовать. Все верно. Включили 40. Следующий седьмой номер. Треугольники АВС, угол С, 90 градусов и мой. Ацент условий задачи 8 и косинус угла А, 2,3. Нас просят найти сторону АВ. Страна АВ. Но опять-таки, что такое косинус угла? Косинусом острого угла, треугольного треугольника, называют отношение прилижающего катета гипотенузой. Поэтому здесь осталось только вспомнить данное определение. С одной стороны, это две трети, а с другой стороны, это отношение катета прилижающего 8 к гипотенузе АВС. Вы выйдите, пожалуйста, на арбит счет, какой будет результат. 12. Ответ 12. Молодцы. Следующий номер восьмой. В номере восемь нас просят найти площадь ромба, если его высота равна 4, а острый угол 30 градусов. Итак, ребята, какая фигура здесь дана? Прямоугольный угольник. Давайте в восьмом номере все-таки прочитаем, какая фигура тут дана. Ромб. А теперь давайте вспомним, что же такое ромб. Параллелограмм. Параллелограмм. Найдите площадь ромба. А раз площадь ромба мы с вами находим, то есть по сути мы с вами можем найти площадь какой фигуры? Параллелограмма. Логично. По какой формуле площадь параллелограмм находится? На основании, на высоту. Умница, все верно. Мы с вами берем произведение оснований на высоту, которые проводятся к этому основанию. Высота и основание. Высота у нас 4. Основание ведем А. Ну, в любом случае, в ромбе все стороны равны. Мы с вами это помним по определению параллелограмм, которые все стороны равны. Вас интересует эта формула. А еще, ребят, вы уже записали себе формулу, не помню, в какой задаче сегодня уже расписывали. Когда вы находили площадь треугольника, знали две стороны и угол между ними. Ведь, по сути, у нас номер ромб, который вылится в диагонали на два треугольника одинаковые. Какой за формуле? Половина произведения двух сторон, а син с углом между ними. Вот гамма возьму. А теперь посмотрите, что нам предлагается. У нас есть сторона А у ромба. Есть сторона другая у ромба, но эти стороны между собой какие? Равные. Равные. То есть вместо Б пишу А. У нас синус угла между ними. Сколько градусов? Одна в 30 градусов. 30 градусов. 30 градусов. Сколько таких треугольников нам предлагается в ромбе за счет диагонали? Два. Два. То есть мы с вами говорим, чтобы получить площадь ромба, мы с вами можем использовать две площади треугольника, которые рассчитываются как половина произведения двух сторон, а синус угла между ними. Мы с вами выходим на расчет задачи, используя формулу вида. С одной стороны сторона А умножается на высоту, она у нас известна по условию задачи 4, равно правой части 2 умножить на 1,2, это будет единица, а умножить на А, А квадрат, синус 31,2. Значит, делаем вывод. Все уравнение мы с вами можем замножить на двойку, чтобы избавиться от знаменателей правой части. И получаем 8А равно А квадрат. Теперь все переносим в левую часть данного уравнения, получая уравнение угла. 8А минус А квадрат равно нулю. Ребят, теперь как решить данное неполное квадратное уравнение? Вынести А за скобки. Все верно. Общий множитель за скобкой. И теперь сколько у нас с вами получается здесь решений, когда произведение равно нулю? 2. Первое. Когда А равно нулю. Дальше. Когда А равно 8. Когда 8 минус А равно нулю. Или 8 минус А равно нулю. Все верно. И произведение равно нулю, когда один из множителей, или первый множитель, или второй множитель равны нулю. Первый множитель А равно нулю. сторона равна нулю. Такое может быть? Нет. Нет, потому что у нас есть ром. Известна какая-то длина стороны. У нас нуля не будет, потому что ром существует. Значит, сходя из второго уравнение, а будет равно чему? Восьми. Сторону нашли. Нас просят найти площадь рома. Теперь выбирайте любую формулу. У вас две. Либо а на а, либо одна вторая, которая нажать на 2, на а квадрат, сенс, тридцати. Как найти площадь рома? Все верно. Вы а умножаете на а. А это 8. Высота по условию задачи 4, 8, 4, 32. В ответе у нас с вами получается 32. Готово. Вот можно же было, например, побыстрее сделать, когда вот этот прямоугольный треугольник и сторона, которая слева, а она катит, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. То есть а мы сразу нашли бы 8. Хотя логично, да. В прямоугольном треугольнике... Так было бы быстрее. Да, это было бы намного быстрее. Против угла в 30 градусов все я увидела. Сейчас, секундочку. Сейчас, ребята, смотрите, второй способ. Второй способ. То есть мы с вами берем треугольник. Сейчас мы с вами его выделим. Прямоугольный треугольник. Раз, два, три. И у нас в этом прямоугольном треугольнике есть катит 4, который лежит напротив угла 30 градусов. Он половина гипотенузы, значит, гипотенуза 8. Все. И осталось только посчитать 8 на 4, 32. Еще один способ. Великолепно. Теперь следующее задание. Итак, в следующем номере... Вот так вот пока встану. В следующем номере в девятом в треугольнике АВС угол А в 60 градусов. Угол В в 82 градуса. Сказано, что проведены АД, ВЕ и СЕ в высоты, которые пересекаются в точке О. А мы с вами из курса 7 класса знаем свойства высот. Все высоты треугольника, их три штуки, пересекаются в одной точке. Нас просят найти угол АОЭ. АОЭ. И просят ответ дать в градусах. Например. Вам предлагается следующая ситуация. У нас проведена высота АД. Из вершины А градусная мера угла, которого известно. Это высота АД перпендикулярна стороне ВС. Задействована сторона ВС. И как раз сторона ВС у нас будет содержать полный угол В. Выделю как в синем цвете. Все, показали. Дальше. У нас с вами сказано, что приведена высота ЦФ в стороне ВА. ЦФ приведена к стороне ВА. То есть у нас с вами получается, что сторона ВА тоже содержит угол 82 градуса. Собственно говоря, к чему я это веду. Если у нас с вами есть две высоты, которые пересекаются и задают угол через точку пересечения, то есть у нас получается угол АОЭ, то этот угол будет равен градусной мере угла, стороны которого будут содержать стороны, к которым проведены эти высоты. То есть смотрите, какая ситуация. У нас АД проведена к стороне ВС треугольника, а ЦФ высота проведена к стороне АВ треугольника. За счет двух сторон ВС и АВ мы с вами получили угол АВС. Данный угол АВС соответствует градусной мере 82 градуса. И теперь мы с вами проводили высоты. Высота АД, которая пересекается с высотой ЦФ точки О. Все у нас с вами здесь задействовано. И при пересечении этих высот нас интересует искомый угол. Так вот именно по свойству у нас с вами получается, что данный угол соответствует углу АВС. Но это свойство, ребята, знать наизусть не обязательно. Почему? Потому что вы запросто можете решить задачу другим способом. Что у нас предлагается? Опять выходим на нашу задачу. Треугольники АВС угол А60, Воспроизведу данную угол В 82 градуса. Нас просят найти угол АОФ. Опять показываем. И теперь начинаем рассуждать. Угол АОФ, по сути, нам нужно будет вот как-то к нему подобраться. Мы видим, что везде нам предлагают рассмотреть в какой-то мере прямоугольные треугольники. Давайте рассмотрим для начала треугольник ВСФ. В этом треугольнике прямоугольном ВСФ ВСФ угол при вершине В 90 градусов, а угол при вершине В составляет 82 градуса. Сколько будет составлять угол при вершине С? То есть угол ВСФ? Восемь. Восемь градусов. Логично. Но если угол ВСФ в данном треугольнике составляет 8 градусов, то этот же угол будет у нас еще и в треугольнике ОДС. Какой это треугольник ОДС? Треугольный. Значит, угол СОД сколько будет в градусах? Восемьдесят два. Восемьдесят два. Что вы можете сказать про углы СОД и АОФ? Они вертикальные. Значит, они? Равные. Все. Восемьдесят два градуса. То есть таким образом вы тоже можете вести расчет. Вас никто не заставляет учить дополнительные какие-то свойства. Если вы знаете, молодцы. Если не знаете, вы можете за счет ваших знаний вертикально, нежно, снафтических связей. Соответственно, и тогда любовь, вы можете выйти на главный правильный расчет. Итак, у нас с вами получается прямая, которая проводится в боковой стороне трапеции через конец меньшего основания. Меньшее основание у нас с вами получается ВС, верхнее, через вершину В проведена прямая ВЕ, и значит параллельно СД. Напомните мне, пожалуйста, по какой трапеции по определению? Терехугольник, у которого основания параллельны, а боковые стороны не параллельны. Не параллельны. То есть две стороны параллельны, две другие не параллельны. И как раз две параллельные стороны, в данном случае ВСД, будут называться основанием логики. Надо пересматривать, какая ситуация. У нас с вами поведена дополнительная прямая ВЕ, которая параллельно СД. У нас получается, что ВСД параллельны, ВЕЦД параллельны. Что это за фигура такая ВСД и Е? Параллелограмма. По определению молодцы. Значит, делаем вывод. ВСД и Е равны свойства параллелограммы, учитываем. ВЕ и СД тоже между собой равны. Готово. Мы продолжаем дальше рассуждать. Итак, прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего основания, равного 4. 4 это что такое? ВС. И? ЕД. Отлично. Равного 4 отсекает треугольник. Какой? АБЕ. Значит, периметр треугольника АБЕ составляет ровно 15. А что такое 15? Это сумма сторон АБ, ВЕ, сумма двин сторон и АЕ. Все. Наша задача – это периметр трапеции. Периметр трапеции АБЦД. Это сумма двин сторон. В первую очередь – это АБ. Дальше. Плюс ВС. Но ВС мы с вами видим, это будет 4. Следующий. Плюс СД. СД нам невыгодно писать. СД у нас с вами и ВЕ одинаковые. У нас в расчете, что такое 15 фигурируют отрезки АБ, ВЕ, АЕ именно. Значит, вместо СД нам выгодно записать какой отрезок? ВЕ. Хорошо, идем по порядку. АБ записали. ВС по трапеции в сторону записали. Дальше у нас с вами идет СД. СД записали. Осталось записать АД. Но вместо АД нам как удобно записать результат? 4 плюс АЕ. Логично. 4 плюс АЕ. Считаем. 4 плюс 4 – 8. Плюс АБ. Плюс ВВ. Плюс АЕ. АЕ что это? А это 15. 15. 8 плюс 15 – 23. Логично. Так, следующее задание. 11. Острые углы прямоугольного треугольника 62 и 28 градусов. Нас просят найти угол между высотой и медианой, проведенными из вершины прямого угла. А теперь просят дать в градусы. Начинаем рассуждать, ребята. О какой фигуре здесь идет речь? Прямоугольный треугольник. Ага. А раз у нас с вами задается прямоугольный треугольник, теперь дальше смотрим. Из вершины прямого угла у нас с вами проводится высота CH и проведена медиана CF. А теперь напомните мне, пожалуйста, что значит медиана треугольника? Делят противоположную сторону пола. То есть какие отрезки будут равны? А, F и FB. Логично. Так, уголы 62 и 28 градусов. Но здесь по чертежу видно, что угол А будет меньше, поэтому его обозначим как 28 градусов. Угол В чуть побольше на чертеже, пусть будет 62 градуса. Теперь следующий момент. Нам нужно найти угол между высотой и медианой, то есть угол CF. Вот этот угол будем искать. Починаем рассуждать. Угол CHN является частью какого угла? Нет, а почему нам нужно найти угол FCH? Ой, конечно. Да что ж я тороплюсь, ребята. Конечно же. Да у нас FCH. FCH. Между, извините, между медианой и высотой. Угол FCH. Теперь начинаем рассуждать. У нас с вами задается угол FCH, он является частью какого угла? ПАС. А это сколько у нас получается градусов? 90. То есть нам нужно будет из 90 градусов вычесть дополнительные какие-то градусные измерения. Например, какую фигуру здесь удобнее рассмотреть и уже какую-то градусную меру выделить? Прямоугольник и треугольник CHB. Угол BCH чему будет равен? 28. 28. Итак, треугольник BCH прямоугольник. Значит, угол HCB. Считаем. 90 градусов минус 62. Получаем 28 градусов. 28, да. Так, получили 28. То есть нам нужно будет вотить 28 градусов. И еще угол ACF. Теперь начинаем рассуждать. Угол ACF в какую фигуру нам задает внимание? Угольный треугольник CH, может быть. Так, и что мы здесь будем делать? Треугольники от Саши? В треугольном треугольнике медиа на ровно половиннике потяну за у нас равнобедный треугольник. Молодец. Теперь, ребят, посмотрите на экран. В шестом классе вы выполняли практическую работу следующего вида. Вы рисовали окружность. Дальше вам говорили. Ребята, отметьте на окружности две точки, которые будут вам задавать диаметры. Вы проводили диаметры. И дальше вам говорили. Отметьте теперь на окружности любую какую-нибудь еще точку. Вы обмечали точку. И дай мне следующая процедура. Концы диаметра соединив с данной точкой, определите вид получившегося угла. И вы все хором говорили 90 градусов. Почему? Потому что в данном случае у нас с вами получается диаметр является гипотенузой прямоугольного треугольника. Даже вспоминаем теперь 9 класс или 8, честно говоря, уже забыла. Когда вы рассматривали вписанные центральные углы. Ведь по сути, если мы с вами введем обозначение ПРК, треугольник ПРК, то угол ПРК будет являться вписанным, который опирается на дугу ПК, который составляет 180 градусов. То есть это половина градусной меры окружности. Вся окружность составляет 360 градусов. Но если вы возьмете центр окружности точку О, и вы рассматриваете центральный угол ПОК, который составляет 180 градусов. И вы помните, что центральный угол – это градусная мера дуги, на которую он опирается, то есть 180 градусов. А вписанный угол – это половина дуги, на которую он опирается. Вот получается наше 90 градусов. Молодец, отлично. Значит, делаем вывод. Раз у нас с вами получается, что в нашем случае медиана проведена из вершины прямого угла. Медиана СФ является радиусом описанной окружности около треугольника нашего АВС. И точка Ф в нашем случае будет центром описанной окружности. Отлично. Теперь рассматриваем ситуацию. Что у нас СФ, АФ и БФ между собой отрезки равны, в силу того, что они будут являться радиусами описанной окружности. То как будет называться треугольник АФС по своему полученному виду? Углобедренный. А по свойствам обедренного треугольника углы при основании? Равны. Значит, угол АСФ тоже будет составлять 28 градусов. 28. Да, и вычитаем еще 28 градусов. Считаем, ребят. 90 минус 56. 34. Получаем 34. Готово. Так, следующий номер у нас с вами какой-то получается. 12. Итак, в 12 номере нам предлагаются две стороны параллограммы, которые относятся как 1 к 4. А периметр 30. Нужно найти большую сторону параллограммы. И опять ситуация. У нас с вами задается отношение сторон. То есть, например, сторона АД относится к… Для этой стороны берем смежную сторону, в данном случае, ДС. Почему не можем взять, например, противоположную? Потому что они равны по определению, вернее, по свойству параллограммы. И теперь отношение пусть будет 1 к 4. Значит, если сторона АД у нас будет меньше, значит, 4 умножаем на АД, будем получать сторону ДС. Например, сторона ДС у нас с вами считается как АД умножаем на 4, АД, то есть будет Х, значит, ДС 4Х. Или, раз у нас задается отношение 1 к 4, то вы, ребята, привыкли, наверное, большинство работы через части. Пусть, например, Х сантиметров, дециметров, километров приходится на 1 часть, значит, на 4 части приходится 4 сантиметра и так далее. Ну, в данном случае мы с вами уже ввели обозначение Х и 4Х, а теперь собираем периметры. Х плюс 4Х. Дальше точно такая же ситуация, потому что 4 стороны, или просто могли бы умножить все это на 2, равно 30. В результате 10Х равно 30, и получаем, что Х будет равным 3. Все верно. Но нас просят найти большую сторону. 12. 12. 4 умножаем на 3, будет 12. Следующая задача. С сторонами 8 и 4 проведены высоты к этим сторонам. Смотрим на рисунок, который нам предлагается. У нас проведены высоты АХ, в стороне БЦ, и СХ, в стороне АБ. Значит, одна сторона будет 8, например, я беру АБ, и вторая получается БЦ4. Итак, у треугольника со сторонами 8 и 4 проведены стороны к этим сторонам. Готово. Высота, приведенная к первой стороне, соответственно, читая слева направо, первая сторона имеет длину 8. Значит, она будет в условии задачи первой. В стороне АБ приведена высота СА. Значит, она равна единичке. Чему равна высота, приведенная к второй стороне? То есть АК неизвестна лица. Напомните мне, пожалуйста, ребята, формула для треугольника, которая совмещает длину стороны и высоты, приведенной к этой стороне. Площадь. Точно. Это площадь треугольника. С одной стороны, площадь треугольника АБЦ мы с вами считаем как половина произведения АБ на СХ, а с другой стороны... Половина произведения СБ на АК. Осталось только все подставить и выделить уравнение из данного выражения. Одна вторая умножаем на АБ, то есть восьмерка, умножаем на СА в течение длинничка. Одно. Правая часть одна вторая. Вместо ВС подставляем 4, вместо АК – Х. Все считаем. 4 равно 2Х, отсюда Х будет равен 2. Готово. Следующий номер 14. В 14 номере нам предлагается рассмотреть треугольник АБЦ. При условии, что АЦ и ВЦ равны, для себя сразу треугольник, значит углы при основании равны. Отлично. Угол С составляет 120 градусов. И сторона АВ – 2 корня из 3. Нас просят найти АЦ, пусть это Х. Но если нас просят найти АЦ, значит ВЦ тоже будет равно Х. А теперь посмотрите, какая ситуация. У нас задействованы три стороны. Угол между ними. Известная противоположная сторона для известного угла. А мы можем провести высоту. И у нас будет прямоугольный треугольник, у которого будет угол 60, 30 и 90. В таком случае… Вот тут дальше… Пусть это будет высота ЦХ. У нас 120. В силу того, что это равнобедренный треугольник. А в равнобедренный треугольнике ты провел высоту. Чем является высота? Она угол поделила пополам. Медиана и бисектриса. Это медиана и бисектриса, ребят, точно. Раз у нас медиана, значит АВ разделился пополам. АХ и БХ равны. Два корня из трех пополам. Корень из трех и корень из трех. Годится. Так. Дальше. У нас с вами не только медиана и высота, но еще и бисектриса. У нас с вами угол при вершине Ц разделился пополам по 60 градусов. Я сейчас рассматриваю треугольник АСХ. Один угол 60 градусов. А что вы можете сказать про угол А тогда? Это угол 30. Это будет 30 градусов. Все верно. То есть Х вторых, правильно? Да. А дальше вы будете вести расчет? Гипотенуза АТХ. Что использовать? Логично. Все верно. Косинус. У нас есть прилежащий катет АА. Есть гипотенуза АТХ. Либо вы можете использовать арен Пифагора, потому что у вас здесь уже задействована одна единственная переменная. ЦАР – это Х вторых. Переменная Х. ЦАР – гипотенуза Х. А катет ААС известен корень из трех. Еще один способ. Дальше вы можете отработать по теореме синусов и косинусу. И сейчас вернемся чуть-чуть назад. Итак, ребят, первый способ. Мы с вами вышли на треугольник АСХ. В этом треугольнике АЦА теорема Пифагора, пожалуйста, на ваше усмотрение. Но она достаточно легкая, поэтому мы с вами сейчас рассматриваем косинус 30 градусов. Косинус угла А. Мы с вами вычислили это косинус 30 градусов. И косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение приближающего катета к гипотенузе. Все. Из данного выражения выделяем уравнение. Косинус 30. Помним, это? Корень из трех на два. Ну ладно, С равно что такое АХ? Может, с вами не видели. Корень из трех. И что такое АЦ? Это Х. Делаем вывод отсюда Х, чему будет равен. Двум. Ответ будет два. Теперь следующий момент. Сейчас эту же задачу, ребят, рассмотрим немножечко в другом рампусе. Посмотрите. Те же самые условия. У нас задается АВ два корня из трех. Треугольник равнобедренный, значит, углы при основании равны. Угол при вершине С составляет 120 градусов. Стороны АЦ и ВЦ мы обозначили одинаково за их. Условия не одинаково. Сколько будет градусов составлять каждый из углов А и В в этом треугольнике? По 30. По 30. Теперь посмотрите, какая ситуация. У нас есть напротив известного угла известная сторона АВ два корня из трех. И есть искомое, то, что нам нужно найти, сторона АЦ и Х, которая лежит напротив угла 30 градусов. Нам нужна еще одна форма. Запись мы. Теорема синуса. По теореме синуса у нас задается отношение сторон с синусом противолежащих углов. И эти отношения между собой будут равны. Треугольники. Стороны берем АВ, ВЦ и АЦ. Дальше задаем с синусом углов. Напротив стороны АВ задается синус угла С. Напротив стороны ВЦ задается синус угла А. И напротив стороны АЦ лежит угол В. Поэтому задаем синус угла В. Но это не вся формула. Окончательный ее вид получаем равным в углу Р. То есть диаметр. Диаметр в какой окружности описанной? Мы с вами помним, что радиусы, обозначая заглавной буквой Р, это радиус описанной окружности, потому что она больше как бы получается. А вот Р малая в формулах задается для радиуса вписанной окружности в какую-либо фигуру. Вот эту формулу, ребят, себе еще куда-то запишите. Этой формулой можем пользоваться. Ну а теперь в нашей ситуации мы с вами берем первую, например, часть, пропорцию берем. Нам достаточно только составить равные. Вместо АВ подставляем 2 корня из 3 в нашу формулу синус С и синус 120 градусов. Дальше все это равно ВС, то есть у нас с вами получается Х, который относится к синусу А. Синус А составляет синус 30 градусов. Значит, исходя из правила пропорции, 2 корня из 3 мы должны умножить на синус 30 градусов и получаем точно такое же проведение, как Х умножается на синус 120 градусов. И получаем 2 корня из 3 умножаем на 1 паролью и все это равно Х, который умножается на синус 120. Вспоминаем, что значит синус 120. Это синус... Там, по-моему, 180 минус 60, и мы через синус 60, если не ошибаюсь. Ну вот я вам специально ввожу связь в единичную окружность. Почему единичную? Потому что радиус будет равен единице. Верно? Теперь начинаем рассуждать. У нас с вами здесь задаются в единичной окружности две точки отсчета. Параллельно будем вспоминать некоторые моменты из геометрии, алгебры и так далее. У нас с вами есть две точки отсчета. Первое начало – это начало координат. Точка О с координатой 0, 0. Следующее начало – это точки на окружности. И первая точка задает 0 градусов. Почему? Потому что, ребят, как вы в начальных классах, вспомните, пожалуйста, своего первого учителя. Первый учитель вам объясняет. Ребятки, вы в начальных классах, первый, второй классах, мы с вами, читаем всегда слева направо, от нуля. И на единение, получается, на числовой прямой вы вкладывали числа 0, 1, 2, 3 и так далее. То есть вы работаете всегда сначала в положительном направлении, по себе абсциссии. Мы-то привыкли, договорились и уже запомнили. Теперь у нас на единичной окружности задается точка 0. Почему? Потому что это 0 градусов, в радианном измерении это точка 0. Скажите, пожалуйста, здесь какие координаты у точки 0? 1, 0. Все верно. Точка 0 с координатами 1, 0. Дальше мы с вами отрабатываем 90 градусов. Но в радианном измерении вы знаете, что 90 градусов это сколько через π? Пи на 2. Пи на 2, молодцы. Пи на 2. У точки пи на 2 какие координаты? 0, 1. Все верно. 0, 1. По оси абсциссии с 0 сначала мы работаем, потом по оси ординат. А дальше в 9 классе вы ввели обозначение. Что такое ось абсцисс, синус или косинус? Что такое с ординат? Это что такое с абсцисс? Косинус или синус? Х косинус. Это косинус альфа. А оси ординат? Это синус альфа. Все верно. Вспомнили, ребята. Теперь дальше. Нас интересует 120 градусов. Вот мы с вами от нуля идем. От нуля дугу делим на 3 одинаковые части. Получаем 30 градусов. Первый угол. Дальше 60 градусов, 90 градусов. И в результате выше на 120 градусов. Вот наши 120 градусов. Теперь смотрим, что же такое синус. А синус – это ось ординат. Вот она у нас, ось ординат. Вот сюда мы вышли. У точки в 102 градусов. Вот наш угол в 120 градусов. Смотрим. Ордината чему равна? Вы сразу делаете вот. Ордината будет равна синусу в 60 градусах. 120 и 60 – это одно и то же. Помните, здесь координаты по синусу. От нуля мы с вами идем вверх до единицы. Какие у нас с вами, получается, здесь координаты? Синус 30, ребята, сколько будет? Одна вторая. Вот здесь у нас одна вторая. Дальше у нас с вами получается синус 40. Если синус 30, то одна вторая. Да, синус 30, одна вторая. Вот у нас получается координаты по синусу, одна вторая. Ну, 60 – это корень из 3 на 2. Вот и все. То есть мы с вами делаем вывод, что для Пи третьих, что для, здесь получается, 120 градусов, 60 градусов, 120 градусов, положительные координаты. Учаем корень из 3 на 2. Значит, для вывода, ребята, нам нужно с вами повторить единичную окружность. Я так понимаю, что большинство работаете, скорее всего, не по единичной окружности, а по таблице. Я угадала или нет? Ну ладно, разберемся. Ну я даже не проходил эту единичную окружность. Ну все, ребят, значит, я вам это все подробно объяснила. Договорились. Итак, корень из 3 на 2. Готово. И теперь начинаем работу. 2 корня из 3 умножить на 1 вторую в результате получаем корень из 3. И в правой части х, который умножается на корень из 3 вторых. И левую правую часть измелим на корень из 3 и домножаем на 2. Хорошо. То есть, другими словами, умножаем на 2, деленное на корень из 3. Получаем х равен 2. Теперь начинаем рассуждать. Есть еще один способ. Ну вот теоремы синусов отработали. Сделал того, что у нас есть ситуация. Так, мы возьмем теперь синтет. Ситуация, что известны три стороны задействованы и угол, напротив которого лежит сторона А, Б известный. Сейчас, ребята, мы с вами записываем формулу еще теоремы косинуса. Запишите, пожалуйста. Теорема косинусов. Теорема косинусов очень похожа на теоремы Пифагора. Но единственное только мы с вами говорим, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета. А я в этом случае задействовала квадрат не гипотенузы, то есть не С квадрат, пишу как А квадрат, а квадрат любой стороны треугольника, любого треугольника. квадрат стороны это сумма квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус игла между ними. Делаем вывод. Если у нас с вами задается сторона А, напротив нее лежит угол А. Нас интересует угол С, значит, нас интересует сторона напротив лежащей А, Б. Получаем по формуле длина стороны А, Б в квадрате. Это будет то же самое, что А, С квадрат плюс Б, С квадрат минус удвоенное произведение этих сторон, то есть А, С и Б, С на косинус 120 градусов. Все считаем. А, Б у нас с вами 2 корня из 3 по формуле в квадрате равно А, С это Х. По формуле все подставили, вместо Б, С тоже Х. И косинус 120 градусов. Вспоминайте, ребята, 120 градусов мы точку с вами нашли, но у нас с вами синус, это корень из 3 на 2 у нас получилась точка, да? Корень из 3 на 2. Ну, косинус 120 это отрицательный косинус 60. Получается? Минус 1 вторая. Минус 1 вторая. Отлично. Мы с вами получаем косинус 120 градусов, это минус 1 вторая. Все считаем. 2 корня из 3 в квадрат, 2 в квадрате 4, 4 умножаем на корень из 3 в квадрате, то есть 3, равно Х квадрата Х квадрат в сумме 2Х квадрат, дальше 5. Минус 2 умножить на минус 1 вторую будет знак плюс. Получаем 2 умножить на 1 вторую и умножаем на Х на Х, Х квадрат. Все, дальше продолжаем. 12 равно. 2Х квадрат плюс Х квадрат, 3Х квадрат. Отсюда Х квадрат 4 и опять выходим на Х. Это 2. Вот такая вот ситуация. Еще один спросок. Итак, я предлагаю вам следующее задание, которое вы видите на экране. В пятнадцатом номере основания равнобедренной трапеции равны 6 и 12. Синус острого угла трапеции известен, он равен 0,8. Нас просят найти боковую сторону. Горо нам предлагается. Трапеции. Вид. Равнобедренная. А с равнобедренной вспоминаем свойства равнобедренной трапеции. Боковые стороны равны. Ну это по определению, это да. А вот свойства. Углы при основаниях равны. При основании ях. Молодцы. При основании верхней основании DC содержат углы ADC и BCD. Эти углы равны. И при нижнем основании углы А и B тоже равны. В этом основании 6 и 12. Синус острого угла. А в данном случае мы видим, что острый угол работает либо для угла А, либо В. Значит, у нас с вами синус будет либо А, либо В. Нас просят найти боковую сторону. Ну пусть будет сторона AD. По сути, без разницы. Хоть и BC. А что вы можете сказать про треугольники ADH и BCK? Они прямоугольные. Раз. Тремуугольные. Высоты, опущенные с верхнего основания к нижнему основанию, текают равные отрезки. Логично. Или, как вы рассуждаете, трапеция. Это четырехугольник, у которого противоположные стороны попарны параллельно. О, извините, у которого стороны две стороны параллельны. То есть DC и AB параллельны. А у нас проведены высоты DH и ЦК, которые заключены между параллельными и прямыми. Значит, они тоже будут параллельны. Мало того, параллельны. Они еще имеют градусную меру 90 градусов. Значит, четырехугольник HD, ЦК имеет вид прямоугольника. А в прямоугольнике противоположные стороны равны. То есть HK равно 6. А что вы можете сказать все-таки про треугольники ADH и БЦК? Они равны. Они равны. У нас есть прямоугольные треугольники, в которых одинаковый острый угол и гипотенуза сработал признак равенства прямоугольных треугольников. Треугольники равны прямоугольные по гипотенузе и острому углу. Мы с вами знаем четыре признака. Первый признак – гипотенуза и острый угол. Раз. Ну, естественно, прямоугольники угол. Второй – гипотенуза и катет. Два. Третий – гипотенуза и катет. Так, два катета, согласно полкатета. И вторая – катет и прилежащий к нему острый угол. То есть вот четыре признака равенства прямоугольных треугольников мы с вами сегодня вспомнили. Ну, а теперь треугольники равны, значит, отрезки АА и БК тоже равны. По три. Все верно. Длину 12 разделили по необходимым частям. 3, 6 и 3. 3 плюс 6 – 9. 9 плюс 3 – 12. Все сошлось. Теперь вот этого 12 нам не надо уберечь, чтобы не молечить перед глазами. И продолжаем работать дальше. Что у нас с вами сказано? Нам спросят найти боковую сторону. У нас известен синус А в треугольнике АДН, ААН, прилежащий к нему. Значит, какой элемент вы можете отыскать в прямоугольной треугольнике АДН? Косинус. Итак, косинус угла А острого угла прямоугольного треугольника – это отношение прилежащего каста ААН, равное 3 гипотенузе АД, то есть Х. В результате мы с вами получаем косинус – это 3 деленное на Х, и все, больше ничего. А у нас синус есть. Еще справочные материалы. Используем основной треугольнический треугольник. Работает. У нас с вами получается, что синус квадрат А плюс косинус квадрат А – это единица. Значит, синус – это 0,8 нам выгоднее записать. Ну, давайте-то я вообще так запишу. 0,8 плюс. Косинус квадрат А равно единице. Так. Дальше. Косинус квадрат А отсюда равен 0,36. Сначала, да? 0,36 из единицы вычитаем 0,64. И теперь сам косинус – 0,6. Все верно. Представляем вместо косинуса в НАФО формулу 0,6. И получаем уравнение вида 0,6 равно 3 деленное на х. Умножаем все уравнение на х. Мы можем умножить, потому что х – это какая-то положительная величина, какое-то положительное число. 0,6 равно 3. Все уравнение нам выгодно домножить на 10 и левую и правую части. Ну, отсюда выходим на х. Х равен 5. Ребят, еще такой один момент, на который хотелось бы заострить ваше внимание. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас увидел ли египетский треугольник? Увидели? А, да. Отлично. У нас с вами получается 0,8. То есть у нас задается синус. Посмотрите, по основному треугольническому тозуству мы выставим теорию Тифагора. Получается 0,8 в квадрате плюс х в квадрате равно получается 0,10 в квадрате. Откуда я взяла 10 десятых? 10 на 10 единица. То есть у нас получается египетский треугольник 8, 10. И в этом случае получается с коэффициентом подобия 2,6. Мы с вами помним, что египетский треугольник содержит длинные сторон 3, 4 и 5. А с коэффициентом подобия мы с вами получаем, если берем 2 коэффициент подобия 6,8,10. Вот у нас получается 8,10 единица, значит здесь получается 6. То естественно знаменатель 10. Если берем коэффициент подобия, например, 10, то получаем 30, 40, 50. Если берете 3, получаем 9, 12, 15 и так далее. То есть по сути вы могли увидеть, если 0,8 задается для синуса, автоматически для косинуса 0,6. В любом случае это не столь важно, самое главное увидеть хотя бы один способ правильного решения. Молодцы, продолжаем работу дальше. У нас с вами следующая задача 16. И в 16 номере предлагаются условия для треугольника АБЦ. В треугольнике АБЦ угол А 44 градуса. Угол С 62 градуса в треугольнике АБЦ. На продолжение стороны АБ смотрим за точку Б, то есть уже синий цвет пошел. Отложим отрезок БД так, что он будет равен стороне БЦ. То есть получили БД и БЦ одинаковые. Нас просят найти угол Д. Треугольника ВСД и ответ дать их градусы. Все, ребят, как решаем? У нас угол СВД будет смешан к углу СВА. А угол СВА мы можем найти. Получается, что треугольник СВД у нас равнобедренный, следовательно углы при основании равны. И так мы найдем угол Д. Умница, Аня. А теперь еще давайте вспомним одно свойство. Ведь по сути угол СВД, как ты правильно сказала, угол СВД он смежный с углом АБЦ. Напомните мне, пожалуйста, если угол у нас СВД смежный с углом АБЦ треугольника, такие уголы у нас будут не смежные. Угол СВ и АЦВ. Точно. А мы с вами помним свойство внешнего угла. Внешний угол равен сумме углов треугольника и смежных с углом. Считаем. 44 и 62 в сумме сколько будет? 108. 106. А, 106. 106. Или, как Аня правильно сказала, 180. Из 180 мы вычитаем 44 и 62, получаем 74. Но эти 74 мы все равно будем использовать и 180 по смежным углам вычитать. И получаем 106. Все, ребят. Мы с вами попали в треугольник ВЦД, а неправильно нам сказала треугольник равнобедренный. Значит, в этом равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Боковые стороны уже задействованы. ВЦ и ВД они уже отмечены. Остается основание только СД. При основании углы равны. Все считаем. 180 минус 106 пополам. Так, 90 минус, сколько получается? 53. Сколько получилось? 47. 47. Ой, 37, 37, 37, 37. Да, уже получается тогда сумма 100. 37. Все, теперь согласны. Так, согласны друг с другом. Переходим к номеру 7. В треугольнике АВЦ угол С 90 градусов, синус угла А 200, а С сторона 3 корня из 21, нас просят найти сторону АВ. Начинаем рассуждать. Сторона АВ чем является в данном треугольнике? Гипотенузы. Нас интересует синус. А синусом угла А, острого угла, прямоугольного треугольника, что называем? Отношения противолежащие из стороны гипотенузы. КАТИ, гипотенуза. Все верно. С одной стороны. Ну, а с другой стороны ВЦ это КАТИ. АЦ известный КАТИ к прямоугольному треугольнику. АВ гипотенуза. Скажите, пожалуйста, какой формулой у нас с вами объединяются КАТИ и гипотенуза прямоугольного треугольника? Крема Пифагора. Точно. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов КАТИ. То есть 3 корня из 21 квадрата плюс ВЦ в квадрате. Из данной формулы мы с вами можем выделить как раз КАТИ и ВЦ. И у нас получится формула, содержащая только одну единственную переменную Х. Смотрите, ребята, что получается. Х квадрат равен 9 умноженное на 21 плюс ВЦ квадрат. Я пока ничего больше не делаю. Все, что с ВЦ я оставляю в левой части, то есть ВЦ квадрат. В правую часть я записываю все, что у нас переносится в предыдущем уровне в левую сторону. В левой стороне у нас Х квадрат. И переносится произведение, которое имело положительный знак. При переносе получается знак отрицательный. Все, по закону математики мы все сохранили. В ВЦ положительный знак имело в квадрате. Все осталось положительным знаком перед ВЦ квадратом. Осталось положительным знаком. А вот произведение про девятки 21, которое стояло в сумме с ВЦ квадратом, мы переносили в противоположный знак. Все. Теперь что такое ВЦ? Это корень квадратный. И перед корнем квадратом мы не будем ставить плюс-минус, как в алгебре. Почему? Потому что ВЦ измеряется по линейке. Это какая-то конкретная длина. Это точно будет положительное число. И в результате получаем Х квадрат, который вычитает 9 умножить на 21. Все. В результате из нашей формулы синус А равен ВЦ, деленный на Х, мы с вами получаем пропорцию вида. Вместо синуса подставляем значение 0,4. В правой части вместо ВЦ это корень квадратный. Из выражения Х квадрат вычитает 9 умножить на 21 под знаком радикала и в знаменателе Х. Теперь решаем. Мы здесь спокойно все можем возвести в квадрат с учетом того, что работаем с положительными числами. И Х никогда не будет отрицательным числом и нулем. И нулем. Это какая-то длина. Сколько-то конкретно сантиметров, миллиметров, километров. Это возводим в квадрат. Получаем. Ну, 0,4, наверное, удобнее представить как 2,5. 2,5 это 4,25 в квадрате. Правильно? 0,4 мы с вами сократили. Да, в квадрат возведем. Тут ведь чистая математика. Да. В правой части получаем Х квадрат минус 9 умножить на 21 в числителе. И в знаменателе Х квадрат. Все. Работаем дальше. Произведение крайних по пропорции равно произведению среди. Считаем. 4 мы умножаем на Х квадрат равно 25 мы умножаем и на Х квадрат, и 25 мы умножаем на произведение 9 и 21. Дальше. Все, что с Х нам выгодно отправить в правую часть уравнения, а вот это произведение с отрицательным знаком в левую часть. Получаем 25 умноженное на 9 и на 21 в левой части, а в правой части 25 Х квадрат минус 4 Х квадрат 21 Х квадрат. Теперь вы меня понимаете, почему я не умножала, а тянула все время произведение. Ребят, почему? Чтобы сократить, может быть? Конечно. 100 уравнений разделили на 21. И у нас остается в левой части произведения 25 девятки, а в правой части Х квадрат все выходим на Х. Что такое Х? Какое число в квадрате нам дает 25? 5. И 9 какого-либо? Да, и в результате получаем. Все, задача решена. Нас просили найти Х, А, Б. Получил 15. То есть такие вот нехитрые моменты, не торопясь перемножаться, получать огромные числа, старайтесь выходить грамотно с полаганием. Да, у нас получается не красиво. 9 нужно умножить на 21. Полагается 15. И что годится? А попробуйте сохранить вот это произведение, чтобы грамотно все упростили, и себе сделали проще, и правильно решили, и самое главное, выиграли время. Ну, а теперь следующий номер 18. В 18 номере нам предлагается треугольник А, Б, С, в котором известно, что А, С и Б, С равны, А, Б сказано, что будет равно 8, и синус угла Б, А, С 0, 5. Нас просят найти высоту А, А, С. Смотрим, о какой фигуре опять идет речь? Свойственность, вспоминаю, все верно, равнобедренного треугольника. Если стороны А, С и Б, С равны, вы при основании... Показали сразу себе в тетради Малайсу. А, Б у нас лампедр. Все верно. И синус угла В, А, С у нас с вами задействует. Нас просят найти высоту А, А, С. Значит, из вершины А, мы с вами опускаем высоту, получается, на противоположную сторону, противоположная сторона В, С. И теперь делаем вывод. Если у нас угол А и угол В равны, значит, синус угла В, А, С будет равен синусу какого угла? С, Б, А, С. Все верно. Это то же самое, что синус угла В. Это 0,5. Выгоднее показать, как 1, 2. А из треугольника прямоугольного А, Б, А, где угол В острый, как считается синус. Отношение противолежащего угла гипотенутия, то есть А, 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 К, 8 или Х, К, 8. Точно. Из треугольника А, 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 В. Прямоугольный треугольник. Все, выходим на пропорции. У нас с вами получается в правой части Х делится на 8. Значит, в левой части нам нужно и числительный знаменатель до множить на 4, чтобы получить одинаковый знаменатель. Х, А, С, Б, равен? 4. 4. Логично. Итак, Х4. Логично. Да, молодцы. Следующий, 19 номер. Нас просят найти площадь ромба, если его диагонали равны 4 и 12. Ребята, для того, чтобы мы с вами вспомнили, как найти площадь ромба, используя диагонали, я прошу открыть ту часть вашей тетради, где вы записываете формулы. И сейчас нарисуйте произвольный четырехугольник. А, В, С, В. И проведем с вами диагонали. У нас диагонали. Ага, вот теперь уже более нормально. Так, диагонали проведены. Диагонали пересекаются в какой-то точке. Ну, пусть это будет точка О. Синим цветом я ее обозначу. И теперь начинаем рассуждать. У нас с вами находится площадь любого четырехугольника. По формуле половина произведения его диагоналов на синус угла между этими диагоналами. Назовите мне любой угол между диагоналами. БОЦ. БОЦ или? СОД или? АОД. СОД или? АОБ. Любой угол берете, какой вам захочется. Я беру, например, угол СЛД. Почему мы смело можем сказать, что синус любого угла? Это потому, что мы с вами сегодня только вспомнили, что синус, например, 60 градусов и 120 градусов у нас получается одна и та же величина. Ведь, по сути, если мы с вами обратим внимание, 120 и 60 одинаковые получаются результаты для синуса. А ведь в сумме они дают 180 градусов. Или, например, 30 и 150 градусов. Опять синусы этих углов будут равны. И в сумме 30 и 50 и 150 тоже будет 180 градусов. Смотрите, смежные углы БОЦ и СОД. Дальше АОД и БОА и так далее. А ведь на самом деле, если вы рассматриваете пару углов, БОА и СОД, они вертикальные, вертикальные углы равны. БОЦ и АОД, тоже вертикальные углы, они тоже равны. Все здесь нормально. Какой угол вы не взяли, будет правдой. Поэтому записываем формулу четырехугольник для площади. Четырехугольника у нас получается. Площадь любого четырехугольника рассчитывается как половина произведения его диагонали. Диагональ первая умножается на диагональ вторую. И на синус угла между ними. Вот возьму синус гамма. Теперь вспоминаем нашу задачу. Нас просят найти площадь ромба. Ветерого диагонали равны 4,12. Да, ромб это четырехугольник. У нас получается половина произведения диагонали 4,12. А вот теперь вспоминайте свойства диагонали ромба. Под каким углом? Точно. А синус 90 градусов вспоминает сегодня единичный опрос? Единица. То есть мы синус 90 будем единичку записывать. По сути, это единица. Не играет никакой роли. И вы, многие из вас, записывали. Чтобы найти площадь ромба по диагонали, нужно взять половину произведения этих диагоналей. Все. Получаем ответ 24. Ребята, есть ли вопросы на сегодняшний задание? Вам заняться? А почему у нас синус альфа единичка? Потому что у нас с вами задается для ромба синус 90 градусов. Почему? Потому что по свойству диагонали ромба, вспоминай, как вы ромб строите. Если будешь проводить диагонали, то диагонали у нас с тобой взаимно перпендикулярны. А раз взаимно перпендикулярны, то угол между ними сколько будет составляться? Вот у нас получается угол между диагоналями 90 градусов. Увидел? Это свойство, которое мы с вами изучили в 8 классе полнометра. Даже вот когда ты строишь ромб, элементарные диагонали провел, они получаются перпендикулярны. Логично? Да. И вот мы с вами уже сказали. Любой угол, какой бы ты ни взял, в данном случае, любой угол будет составлять 90 градусов. А синус 90 градусов это сколько? Единичка. Вот и получили. Диагональ первая по условию задачи четверка поставили. Вторая диагональ 12 поставили. Синус 90 градусов поставили. Одна вторая есть, четвертая есть, 12 есть. Синус 90 единики не записали, она нам нужна при произведении. Теперь есть вопрос, Лёш. Нет, теперь все понятно, спасибо. Хорошо.